Каждый год И через год, и через два, и через много лет мы будем помнить об этом дне. Умитель, посвященный 64-й годовщине Великой Победы, считаю открытым. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» жестокому и злому врагу фашизму. Сегодня есть силы, которые хотят предать забвению этот факт, хотят предать забвению подвиг советского народа, умолить значение победы Советского Союза над фашизмом. Но их попытки тщетны. Народ наш мудр и свидетельствует тому, что ежегодно в нашем селе мы празднуем 9 мая. Стим память тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Партия коммунистов Республики Молдовы с приходом к власти в 2001 году начала проводить мероприятия, чтобы эта память не забыла. Вот первое, что они сделали, приняли закон о ветеранах войны, который облегчил без того трудное положение ветеранов. Мы выделили деньги на то, чтобы реконструировать, строить памятники воинам, которые погибли за освобождение Молдовы. И самый такой яркий памятник – это реконструкция меморального комплекса в Кишиневе. Это все делается для того, чтобы чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Я верю, что все, в том числе и молодое поколение, которое сидит в этом зале, никогда не забудет подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Они всегда с почтением и заботой будут относиться к ветеранам, всегда будут чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Свидетельство этому, что молодежь не забывает подвиги своих отцов и дедов от этих работ и наших детей. Вы потом, после окончания митинга, подойдете и посмотрите, с каким усердением, с каким трудолюбием, с каким веянием учащиеся готовились, чтобы достойно встретить этот праздник. Разрешите поздравить вас с праздником 9 мая, Днем Победы и памяти павших. Вечная слава тем, кто давал победу на фронте и в тылу. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за имя нашей. Слово предоставляется участнику афганских событий Тузла Иван Иванович. Поздравляю вас всех с таким праздником большим. И желаю мирного неба, чтобы никогда не повторилось, что мы прошли. Поздравляю вас всех с таким праздником. Слово предоставляется начальнику заставы, старшему лейтенанту Волошину Александру Валерьевичу. Здравствуйте, уважаемые бабушки, дедушки, мамы, бабы, дети. Вот чистого сердца хочется поздравить вас с таким замечательным праздником. День Победы над фашистскими захватчиками. Пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия. И никогда не забыть те подвиги, которые наши деды и прадеды способствовали. И очень усердно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Дали возможность отпор и дали возможность продвижения нашим войскам для освобождения других стран. Вплоть до здания Берлина, Пристага. И несмотря на пройденное время, все равно отношение к этому дню не осталось неизменным. Очень тщательно готовятся все жители сельских местностей, городских, а именно подготовки к этому замечательному празднику. Разрешите вас от чистого сердца поздравить с этим красивым, замечательным праздником. И от пограничной службы Республики Молдова, от некоторых жителей Севачи-Шмекёй, не дожидая праздника Дней Знаний 1 сентября, вручить подарок местной библиотеке Севачи-Шмекёй в виде 200 единиц книжек, для того, чтобы дети просвещались, а именно в данных книжках находятся и великие бои, подвиги наших отдельных советских воинов. Всего самого вам наилучшего! Поздравляю всех с этим светлым праздником, 64-й годовщиной Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. 9 мая 1945 года – это дата с золотыми буквами, можно сказать, кровавыми буквами, вписанной в истории человечества. Закончилась война, которая родилась в четыре долгих года, которая вынесла миллионы и миллионы жизней детей, женщин, стариков. Хочется, чтобы наше поколение, много поколений, которое уже прошло после этих дней войны, никогда не видела этих взрывов, никогда не видела, не слышала звуки выстрелов. Конечно, бывает и в мирное время, и войны, и у нас сегодня присутствуют, у нас жители нашего села участвовали по зову отчизны, по зову Родины в различных военных действиях. Я хочу от имени премарии, от имени советников поблагодарить их за то, что они доблестно выполняли свой интернациональный долг и вручить им небольшие денежные премии. Пожалуйста, воины, ага. У нас есть три участника чехословацких и венгерских событий. Ну, один участник, он здесь присутствует. Его тоже поздравляем с этим большим праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз с праздником всех! АПЛОДИСМЕНТЫ Не забудет никогда музыкально-литературная композиция учащейся гимназии. АПЛОДИСМЕНТЫ Мирное небо над крепостью Бреста, АПЛОДИСМЕНТЫ В тесной квартире счастливые лица Пальс, политрук, приглашает невесту Новенький кубик блестит на петлице. А за окном, за окном красота новолуния Шепчутся звуком плакучей гимны. Год сорок первым, начало июня Все еще живы, все еще живы, все еще живы, Все, все, все. Ну, вот и все. Как говорится, последний раз десятый класс. Даже не верится, что завтра мы не придем в нашу школу. А кто его сегодня сказал наш дейктор? Да, дорогие друзья, Мы сегодня распровожаем последний путь. Ой, что это я говорю? Давайте успеем вечер воспоминаний. ПЕСНЯ 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 10 400 убитых на 1 километр. 10 человек на каждый метр с ней. 27 миллионов погибших за 1418 дней. Это значит 19 тысяч убитых ежедневно. 800 человек в час. 13 человек в каждую минуту. 27 миллионов погибших в соотношении ко всему населению тех лет. Это значит каждый шестой. Вдумайтесь, каждый шестой в жизни нашей страны погиб во время войны. 27 миллионов погибших. А сколько это не родившихся детей, сколько вдов и сирот, чем измерить человеческое горе. Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучка дикарей, и хрипными смеялись голосами. У края бездны выстроили вля бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гуделал в листве соседних рощах, и на полях одеты гублое, и тучи опустились над землей, и у друга с бешенством гонят. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, во веки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами. Сквозь тучу вышла на поля, в последний раз детей пацановала, в последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал мощный лук в свою сяблю. Он падал, сдавая вздох тяжелый. Детей из окна охватилось путь, прижаясь к материалу, цепляясь за подолок. И быстрело раздался резкий звук, прервав проклятие, что выпалось у женщины одно. Лебенок, мальчика больной, головку спрятал складка в платье, еще не старая женщина. Она смотрела ужаса полна, как не решится им рассудка. Все понял, понял все малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать. Прижала к сердцу, против головы мяу. Я, мама, жить хочу, не надо, мама. Пусти меня, пусти, чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок. И страшный плач, и голос тонет. И в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вдохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, Чтоб у тебя живым не закопал палач. Терпи, смотри, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза. И залива кровь, по шее лентой красной, сливаясь. Без жизни на земле палач, сливаясь. Без жизни и одна любовь. Гром глянул, ветер свистнул в тучах. Заплакала земля в доске, и вон. О, сколько слез, горячих и голючих. Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людской. До миллиона лет свела для нас. Но испытала ты хоть хотя бы раз. Такой образовый и варкость по такой. Страна моя, гради тебе градят. Но выше под ними великой правды знай. Омой его земли, плававый слезар. И пусть его лучи пронзят. Пусть уничтожат беспощадно Тех варок, тех дикарей. Что кровь детей плагает жадно Борь в наших матерей. Нет ни одной семьи, Которую бы не коснуясь горе. Вспомнил тех, кто пился с врагом, Страдал в концлагерях, Работал без сна и отдыха. Вечная память погибших. Вечная признательность живых Всем этим воинам. Почтим память, минутой молчания Погибшим в той страшной войне. Вечная признательность живых Субтитры подогнал «Симон» 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 Здравствуйте Верно! Сонежки, дыхание Вселенные жизнью, говорю тебе Здравствуйте Пробил час свидания Между ходом лечами Приходит себе Ты цветением яблоников белых Осыпаешь землю в высоты Ты огромней песни колыбельной Полная надежды и мечты Ты такая! Ты пришла такая! Ты вдохнула в мир таким теплом Нет, ấc слова для тебя не знаю Свист, победа, люби выше слов. Я хочу, я для нас так живу и так трудиться, Чтобы Родине свести, свести, Чтобы вовек теперь ее границей Никаким врагам не перейти. Сегодня на нашем празднике Ветераны войны и труда Люди, которые работали день-ночь из торгов, Ковали победу в тылу. Им выпала нелегкая доля Жить в военную форму. Вам, родившимся под мирным небом, Даже не снилось то, что пережили Ваши бабушки и дедушки. Носите ордена, они вам за победу, За ваши раны страшные даны. Носите ордена, в них пеклятся рассветы, Что оставляли вы в окопах той войны. Носите ордена и в празднике, и в будни, На строгих кителям и модных свинчиках. Носите ордена, что видели борьбы, В вас вынесших войну на собственных плечах. Я не хочу, чтоб голос оружейной канонады Слышал мой ребенок, мой и твой. Я не хочу, чтоб голос Венеграда Коснулся блокадной рукой. Хочу, чтоб рассказы коронады Не слышали мы больше никогда. Хочу, чтоб пели для салий дети, И мирная наша жизнь была всегда. Хочу, чтоб пели для салона, Оно с трансферами, в силу и на верной любви. Люди, прошу, не вспомните скучайно, А из-за вы. Любви прошу я, потише, потише, Войны пусть гинут на плечах. А из-за крыше, а из-за крыше, Мир на небле. А из-за крыше, а из-за крыше, Мир на небле. А из-за крыше, не с носа и струга, Ночью и дню бережет. Но в том доме, в крыше, Чем счет за счастье дождет. Люди в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Ветер дует мне. А из-за крыше, счастье под крыше, Мир на земле. Люди, прошу я, потише, Войны пусть гинут на плечах. А из-за крыше, А из-за крыше, Мир на небле. А из-за крыше, А из-за крыше, Мир на небле. А из-за крыше, А из-за крыше, Войны пусть гинут на плечах. А из-за крыше, А из-за крыше, А из-за крыше, Мир на земле. А из-за крыше, А из-за крыше, Мир на земле. А из-за крыше, А из-за крыше, Победной той и ранней той весны. Как хорошо, Что вновь спорты запели, Как хорошо на свете без войны. Как хорошо влюбляться и смеяться, Как хорошо порой погрустить, Как хорошо встречаться и прощаться, И просто хорошо на свете жить. Как хорошо проснуться на рассвете, Как хорошо, что ночью снятся сны, Как хорошо, что кружится планета, Как хорошо на свете без войны. Давайте, люди, дружить друг с другом, Как птицы с небом, Как травы с луга, Как птицы с небом, Как палят дождями, Как дружит солнце со всеми нами. Давайте, люди, беречь планету, Во всей Вселенной похоже нету, Во всей Вселенной на всех одна, Одна, что будет делать из нас, она. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Своим хороводом развеют тучи и дым, Победы ее никому не дадим! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поют и всюду звучит детский смех. 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 Пое место в выпуске песни «Воэнглэс» — «Убью Кристина»! Субтитры создавал DimaTorzok 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 После митинга по отложению цветов памятнику Ленина, памятнику неизвестному солдату, могилам наших ветеранов, после этого с 12 часов спортивные мероприятия, пожалуйста, все насходим. Всех праздник. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»